Всем привет! Меня зовут Гучин Кирилл, я разработчик Норстрима. Вот мы тут сидим, такие третопорные наплющихи, но для того, чтобы понимать вообще все, я начну немножко издалека. Да, пять лет назад у меня появилась уникальнейшая возможность сплавиться по реке Обь до Парабелия. Это примерно водой там 600-700 километров, никто не мерил, и мы сплавились. Ну на самом деле реальная цель нашего путешествия, это конечно не шпрот и сардины. На самом деле хотим хорошую щучку и по возможности хорошего судачка. Ну и так что еще попадется, что еще кто-то не поймает. Самое главное в этом сплаве было что? Что нам дичайшим образом повезло, буквально в первый день нашего сплава, единственный газ на реке Обь дала воду. И сплавились мы примерно неделю вот эту дистанцию, и все время подъем уровня воды шел параллельно с нами. Соответственно рыбалки как таковой практически не было. Сегодня наш крайний день здесь, завтра мы уже едем в Новосибирск. В этот раз не водой, а на машине. Так что наше маленькое предшествие подходит к концу. Ребята, честное слово, мы не специально. Вот до этого сколько? 8 дней дали. Клево нет, рыба мелкая, грустная, печальная, вообще все плохо. И вот вчера первый раз мы приехали на крайнюю точку и поймали. Мы пришли сюда, в эти места, в конечный пункт, это недалеко от Парабелли. И вот здесь единственное, где мы нашли рыбу, где мы очень хорошо половили. Трофеев, правда, особо не было, но прям рыбалка была хорошая, зачетная. Это было 5 лет назад, мне очень-очень-очень все это время хотелось все это дело повторить. Но без уже сплава, потому что это мы прошли, а именно половить конкретно почти в конце географии. Тут вот немножко чуть-чуть подальше. Каргасок это последний город, куда идет дорога от Новосибирска, Томска, то есть трасса на север. И наконец-то мечта моя сбылась. Мы сейчас в 15 километрах ниже по течению от Парабелли. Значит, со мной сейчас за столом сидят Михаил, Антон. Антон у нас является администратором магазина Big Game. Михаил у нас эксперт компании Allta. И, как всегда, уже ставший по традиции, мы сейчас подводим итоги всего. Так вот, когда я начал эту историю про то, что мы плыли 7 дней по высокой воде, когда все, с кем мы встречались, общались, хватались за голову и говорили, что такого высокого уровня они не помнят, оказывается, все это было цветочки. Значит, по этой поездке, представьте ситуацию, билеты куплены, все уже забронюжно решено. Вот база Ромашка, где мы сейчас находимся, уже арендованы домики, чтобы мы могли спокойно пожить 4 дня, 5 по итогу получается, да? Половить, поймать свою крупную рыбу, все это уже сделано. И тут отлично приходит информация. Ребята, река, значит, уровень воды в Томи поднялся на сколько? Был метр тридцать, стал три тридцать. До весеннего половодия. Короче, до весеннего половодия. Так как река Томи впадает километрах в трехстах отсюда, примерно, вот, соответственно, весь этот, вся эта вода пошла сюда. И вот все эти дни, вот сегодня пятый день мы здесь, все эти дни на наших глазах вода поднималась. Очень быстро, очень быстро. Очень быстро и очень серьезно. Значит, вот за эти дни она поднялась примерно на метр. А теперь давайте понимать, что, в принципе, Урт это не каскад водохранилищ, как, например, та же Волга. Есть единственное новосибирское водохранилище, оно сильно-сильно южнее, вверх по течению, это порядка 700 километров, можно даже 800 водой. И это все. То есть здесь, оп, в естественных берегах, и когда случается повышение уровня воды, даже там на 40-50 сантиметров, у рыбы это паника, отсутствие клева, там все остальное. А здесь река поднялась больше, чем на метр. Да, река, вот она по классике течет от весны до зимы, равномерно падая уровень, уровень падает. То есть, если весной здесь уровень около 9 метров, то к зиме он становится около 3 метров. То есть с 9 падает на 3 очень-очень плавно, каждый день по сантиметру по 2 плавно-плавно падает. Это классика. И рыба к этому привыкшая. То есть она думает, что все должно быть так, как должно быть, а тут внезапно раз, и метр выше. И эта рыба прибила настолько, что мы прошли настолько хорошие места, и рыбы там не клевало вообще. Для меня это просто было шок, такого я не видел никогда в жизни. И такого подъема не видел никогда в жизни. Но что имели, то имели. А как мы отловились? Ну, отловились-то мы в принципе для такой ситуации достаточно неплохо. То есть у нас, наверное, около 20-25 щук разного размера, мелких, средних, вот. И около 15 судаков. Хоть и все очень плохо было, мы свое взяли. Первая рыба оби. С первого заброса. С 23-го года с первого заброса. Господа, первый заброс. Какому что-то коробку привыкать? Нет. У меня это очень хорошее. Рыба, рыба не будет. Ну, скажем так, с первого заброса поймать местную жабу на 1, куда мы приехали с нормальной жабой. Ну, как-то так, зашкварненько. Посмотрим, что будет дальше. Афал, ты че. Яс! Яс! Вот тут и яс! Размером ликвы. Вон, хотите поймать большую рыбу, крутую, вот типа вот такого судака. Вот здесь, Михаил, у него все будет. Небольшая щука. Давай, звони. Зашли и пацаны. Невероятно хазмеров. Судак сошел. Яс поймался, окунь поймался. Щука. Весь набор. Ага. Абих. Харик. И все на арбузик. Исключительно, клет только на арбуз. Да? Именно сегодня это. О-о-о-о! Размер увеличивается. Давай, давай, на свечку давай. Ой-ой-ой. Ну, а не сойдет, к сожалению. Придется руки пашкать. Не, ничего. Все. Это не началось. В общем, по итогу, конечно же, мы не сдавались. Конечно же, мы искали свою рыбу. Мы уходили на ВВХ-шках на 30-40 километров вверх-вниз. Ну, в основном вниз в данном случае. Причем, как бы, про опи, здесь довольно специфическая рыбалка. И если вы живете там в европейской части, для вас это будет вообще откровение. Потому что здесь ловят рыбу. Вообще принцип ловли рыбы, он немножко другой. Мишка, расскажи, пожалуйста, про опи, именно вот как стратегия ловли. Стратегия ловли. Тут всегда есть, как бы, три пути, на самом деле. То есть, первый путь и самый такой классный. И куда мы, по идее-то, и ехали, это ловля на песках. Тут такие, как бы, песчаные, такие разливы, такие песчаные подводные барханы. С глубиной фоновой, там, 3-4-5-6 метров. И в них скапливается рыба. Чуть поменьше стоит щука, чуть поглубже стоит судак. И чем хороша эта рыбалка, ни зацепов, ни обрывов. Все клюет, рыба обновляется, то есть, не кончается рыба. И можно вообще не заморачиваясь ловить, и ловить много. В том году мы нашли такое место прекрасное. Там ловилась щука такая, 8+. Не то, чтобы она, как диспадемент, так ловилась, но ловилась примерно 3-4 рыбы в день на компанию. Это очень неплохо. Мы поймали за 5 дней рыбалки 14 щук, 8+. Поехали сюда, а там рыбы нет. Второй вариант, это рыбалка по коряжнику. То есть, у нас коряги, они не сильно глубоководные. 3-4-5-6-7-8 метров. Затопленные деревья, которые падают с берега. И в них тоже стоит рыба. Щука, окунь, судак. Щука помельче с окунем, судак поглубже. И третий вариант, это ловля по ярам. Яр, это очень резкий свал от берега, начинает с которой такой обрывистый. И там обычно глубоко. Сразу от яра начинается глубина. И это вотчина судака. Бывает иногда там щука, обычно около берега, обычно, но в основном это судачье место. Вот как раз мы и это и нашли. По рыбе щуку подъем воды прибил полностью. Она просто закрыла рот и не открывала его. Это нормальный, поймали. Ну, я вам тоже расскажу про это. Да, но, по моему мнению, судаку особо это не мешает. Главное его найти. Но по щуке есть вариант один, который мы все-таки нашли, и мы его разработали, и мы с этим с помощью ушли от нуля. Надо было найти место без течения. Мы нашли таких два места. Первое место это было в коряжнике. В конце коряжника был такой закуток небольшой, и в нем течение останавливалось полностью. И в нем мы на щуку нашли. А второе место было на песках, где тоже мы нашли место без течения. И там немножко у нас поклевала щучка небольшая. Ну и судак на ярах, как бы это классика местная. И нам она не подвела, к счастью. Нас она точно не подвела. Теперь маленький момент по поводу того, как бы люди из европейской части, у них будут вопросы непонятки немножко. А что же вы там не ловили на глубинных корягах, там еще чего-то? Объясняю как бы просто. Здесь на Ави, в нашем понимании, очень сильное течение. Поэтому вся рыбалка, по сути, если ты хочешь поймать рыбу, не посмотрите на нее там структур с канарами, а именно поймать. Вся рыбалка происходит на глубинах примерно до 5-6 метров. И при этом место, где ты ловишь рыбу, оно должно быть без сильного течения. Сейчас таким резким скачком воды таких мест минимум, абсолютный. Но именно, характерная особенность. Рыбалка на 5-6 метрах, а так как здесь вот яры и коряжники, свалы, и все это дело обычно приходится на как бы небольшую глубину. Относительно небольшой участок, интересный участок, где можно ловить рыбу, а не просто там ног, где нет ничего. А все остальное это большие глубины. Куда соваться вообще смысла нет никакого. Да и как бы ловить 90 граммами, там на 8-9 метрах желаний ни у кого нету. У пацанов дубль, и вот тут вот прям вот, как идет половодина обижка. Да, в конце августа в самом. Тащат бревна, ветки, что только не... Пустая. Но клюнула. Ну и что на фразе? Очень хорошо. Да, она что плывет? Отпускает. Хорошая, нет? Ну, пацанчик лучше. Не чувствую. Ну, это сударь. Это сударь. Сударь. Нормальный сударь, кстати. Что-то вы поплевали, как и так работает. Нет, нажаву забыли. Довольно-таки неплохо. Как тебе поплевка? Я в шоке. Нет, палка информативная позволяет коряги проводить очень деликатно, четко. Ты понимаешь, опять вот, стащил с коряшки, и сразу поклевка. И по поводу, как просекает судака. А чтобы вы понимали, это новая канда предсерийная. Ну все, судака отпускаем. Да, топи, топи. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok хорошее тут же корешки на дне поэтому повыше уже зачет тихо тихо ну да и тёршка это да ну хорош какая скилл 5 5 это 5 не больше ну вот сколько 5 потом раз пятерка 2 5 с половиной а где это ты мешок захватил а 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 но а а dual а а total